Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. У меня есть сын 20 лет, учится в медицинском университете, третий курс. В 18 лет был спокойным, послушным ребенком, что не попросивший помогал. Как исполнился в 18, только его как подменили. Он стал другим, не о чем не проси, но все-таки уступал, если поругаться на него. В сентябре прошлого года он попросил сожить сам, снимать квартиру. Сказал, что учебы много, и можно дожить маму учиться. Я отпустил. Обещал помогать, приходить, говорю мама не переживая, всегда рядом. Поначалу так и было, но когда заболела моя младшая дочь, ей 5 лет, я не могла выйти в аптеку и просила его о помощи. И тут получил отпор. Я не отдал вам по пермозову бежать куда-то. Хотя я попросила его просто помочь. В институт он стал как чужой, перестал приходить, ничего не спрашивая, не лезь, я взрослый. В декабре он мне признался, что сделал по учебе академа. Обещал не бросать учебу, чтобы становиться, что учиться хочет. Потом я узнаю, что у него девушка. Стала спрашивать и тут отпор. Никого нет, не признался. У нас натянутые отношения, не хочет пускать меня в свою жизнь. Я стал чужой 3 дня назад. Он пришел в гости и признался, что учебу бросает, что устыл и учиться не хочет. Специальность он выбирал сам. Пришел и сказал, мама, я хочу стать врачом, ты не против. Я поддержала, помогала ему. Вместе с ним радовалась, когда поступил на бюджет. Учеба нравилась ему и, отучившись 3 года, он решил все бросить. Диплом сейчас ничего не значит. Стал пытаться убедить его в обратном. Он собрался и ушел. Далее у нас шла переписка, где он писал, я не твоя собственница, это моя жизнь, не надо было меня тогда рожать и мешаешь мне жить. Естественно, я расстроилась, плакала долго. Но на следующий день встретила его в компании его девушки, мамы девушки и ребенка девушки. Они сидели мирно, мило кафе кушали. Улыбались и общались. Мне стало так обидно, про ребенка я не догадывал, девушка старше него на 3 года. Когда он увидел меня, подошел, поговорили, запретил подходить с ним, сказал, это тебе ни к чему. Спросила, почему он с ними ходит везде, а с нами нет. Он сказал, с нами никуда не хочу. Спросила, сколько лет ребенку. Сказал, тебе это не надо знать. Ты ушел, а я решила подойти сама. Не успела подойти, сын подкачил, стал выталкивать меня и говорить, уходи. Мне было неудобно, но девушка сказала, перестань, так нельзя, он отпустил меня. Познакомилась с ним, взяла разговор об учебе, на что девушка сказала, это его выбор, с его решением и тут ни при чем. Я ушла. Теперь я себя вложил и не знал, почему он так со мной и как быть, как убедить его продолжать учиться и как заставить нас уважать. Ну знаете, вот как бы ситуация здесь такая, что вы как будто бы демонстрируете признаки созависимости. То есть как будто бы все, что вас волнует, это учеба вашего сына и в принципе все. То есть у меня не сложилось впечатление, что вы живете как-то своей жизнью. У меня не сложилось впечатление, что у вас есть свои интересы. У меня не сложилось впечатление, что вы как-то продолжаете самореализовываться. У меня не сложилось впечатление, что вы живете как бы жизнью своего сына и своей дочери тоже. Собственно, если говорить о том, почему не хочет с вами куда-то ходить, то вот по этой причине. Не о чем говорить с человеком, которого интересует только другой человек, который не интересует сам себя. Попробуйте ответить на вопрос. Я себе интересен? Каким мне интересен помимо детей? Чем я увлекаюсь? Чем я интересую? Что мне нравится? Как я провожу свой досуг? Это первое. Почему вы демонстрируете созависимость? Потому что здесь контроль, а с вашей стороны здесь желание быть сильнее, чем вы есть. Здесь тревожность, обида и полное неуважение личных границ вашего сына. Когда сын говорит, например, прямо не подходи, вы берете и подходите. Что это? Как нарушение личных границ, мне сказать. Сказать слой. Или вот, например, вы узнали, что у него девушка. Она стала спрашивать. А зачем? Не кажется ли вам, что это личная жизнь вашего сына? Который, кстати говоря, уже взрослый. То есть, понимаете, вот такой чрезмерный интерес к жизни вашего сына, он как раз таки выдает элемент созависимости. Когда своей жизнью я не живу, но живу жизнью другого человека. Вот. Смотрите, смотрите. Если мы говорим про уважение, то уважение возникает тогда, когда мои ценности, мои ценности совпадают со своими ценностями. Может быть, не прямо, но есть определенный элемент созвучия. Соответственно, если ценности у вас диаметрально противоположные, то вряд ли здесь можно рассчитывать на уважение. На мой взгляд, на мой взгляд, вашему сыну не хватает свободы и принятия с вашей стороны его. То, что здесь ему не хватает того, чтобы бы его приняли и позволили ему самому совершать какие-то ошибки и самому получать опыт. Мне кажется, что ваш сын обиженного, потому что, ну вот, есть хотя бы. Это история, связанная с дочерью вашей, что у детей часто возникает ревность. К другому младшему ребенку, которого, которого традиционно больше любят. Больше внимания выделяют. Вот. И если... Если это так, то вот причина, собственно говоря, по которой мы имеем то, что имеем. Попался на счет. Вот. Тут вот эти вот вещи нужно корректировать, на мой взгляд. Вот. 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 Вот я бы... Так... Ванда здесь... Ответил. Ну вон о Meyer. Там всё. Я прям с эсссором. На счет... Психология. А... Примечательно, что... Вы говорите о том, чтобы заставить. Смотрите, заставить подразумевает, что вы знаете лучше, что нужно сыну. Зачем заставить его учиться, если человек не хочет? Вы говорите заставить. То есть это нужно скорее вам, чем ему. Вы предполагаете, что он должен вас слушать. Вот вы пишите, да, что он был, значит, он был спокойным, послушным ребенком, что он не попросил, что помогал. Иными словами, ваш сын был удобным. Вот, он был удобным. Сейчас пристал быть удобным, потому что он вырос. И вам необходимо учиться жить тем, что у человека свой путь отличный от вас. Но, в то же время, я думал, что имеет смысл признаться в себе и в своих чувствах. А именно, да, ну, что это за чувство, о каких чувствах мы говорим. Ну, вот, вы плачете, да, вам обидно, обидно, что он, он, ну, с вами там никуда не ходит. Например, например, вот, то есть вы как-то вот чувствуете себя, может быть, обделенной, да? Вот, и тут вот важно понимать, тут важно понимать, что такими чувствами, значит, скрываются другие, более глубокие. Ну, правда, пока что вы не слишком это понимаете. Пока что вы не слишком в этом отдаете себе отсчет в том, что с вами происходит. Да, т.е. вот, вы не отдаёте себе отсчет. Ну, думаю, что при необходимой работе вы довольно легко сможете у себя разобраться и увидеть, увидеть, что за чувства вы испытываете. Вот, то есть это может быть, может быть это страх, может быть это что-то еще. Тут вот в этом смысле нужно, конечно, смотреть, нужно, конечно, это исследовать. Вот, чем быстрее, ну, чем быстрее, естественно, тем лучше для вас будет. Вот, как-то так. Еще хочется обратить ваше внимание на то, что вы используете такую терминологию, как нам. То есть вот вы говорите, что он не хочет гулять с нами, почти вот. Но возникает, на мой взгляд, такой очень важный вопрос. То есть вот здесь, возможно, скрывается ваше неумение видеть себя как, ну, отдельную, я бы сказал, личность. То есть вы видите себя только вот через призму, ну, нахождение с кем-то. Вот. Является ли это проблемой? Является ли это проблемой? Проблемой? Серьезной? Да. Является. То есть, конечно, вот крайне необходимо уметь видеть себя как один и один. личность. Вот. Если вы этого не делаете, то вашему сыну тут в том числе тоже будет достаточно проблематично как-то вот в этом направлении двигаться. К сожалению. Потому что, ну, если личная граница отсутствует у вас, то и у вашего сына они тоже, к сожалению, будут отсутствовать. Что-то нужно понимать. Вот. Таким образом, вам необходимо научиться благодаря этой ситуации больше уделять себе внимание. больше уделять себе времени и, пожалуй, лучше себя понимать, в том числе, лучше понимать свою потребностную сферу, которая на сегодняшний день у вас целиком и полностью зависит от того, как мне кажется, что, конечно, является не очень хорошим проявлением, не очень хорошим знаком, вот и вообще говоря является крайне тревожным фактором. Потому что вы, получается, полностью располагаетесь на этой ситуации. Вот. То, что я бы хотел вам сейчас сказать. Предполагаю, что, конечно же, многое из того, что я отключил, вам может прийти с меня по душе. Вот. Прекрасно это предполагаю. Но тем не менее, если ваш текст касается непосредственно возможностей работы над собой, то сейчас я указываю вам направление к ней. Если, если же вы просто хотите получить какую-то порцию жалости, если вы хотите просто вот как-то, ну, не знаю, чтобы вас, чтобы вас пожалели, например, да, то я думаю, что здесь вы обратились несколько не по адресу, потому что психологи вот подобными вещами не занимаются. Тем более, тем более мы никого не выставляем что-либо делать. Вот. Такой ответ, в принципе, я мог бы вам дать сейчас с точки зрения психологии. Мне кажется, что довольно много вещей вы не замечаете и многие вещи, которые для вас являются привычными, правильными. Для вашего сына таковыми не являются. И ваша задача, ваша задача признать, что если вы своего сына любите, то это в первую очередь принятие его выбора. Каким бы он, каким бы он ни был, даже если вам, он этот выбор кажется неверным. Вот. И очень важно, чтобы вы в этом смысле потребуется понять, что если вы не оцените себя, вот, если вы обесцениваете себя, это если вы вводите свою ценность. Ценность к детям. Вот. Ну, ну, например, где-то, это просто как, как вариант. Вот. Вот. Ну, это разные вариации. Вот. 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 как вы хотите. Вот. 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 Вероятность вы относитесь к вам так, как вы. Вот. Вот. Вероятность вы относитесь к себе. К сожалению. Вот. 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 Я бы, наверное, так, так бы вам это. Вот. Вот. Да. Вам сейчас больно. Да. Прекрасно это понимает. Вот. Я прекрасно понимаю, что вам больно. И в общем-то, в целом, психолог может помочь вам, просить неприятные чувства, научиться с ними обращаться, научиться как-то вот сперенаправлять их в более конструктивное русло и научиться смотреть на ситуацию, скажем так, ну, более в широком смысле, вот, если видеть картинку более полной. Отдельно хочется сказать про отца. Да? Что вот мой коллега услышал, да, что вот как обстоят дела с папой. То есть, вот вы так держитесь за своего сына, это вызывает волей-неволей вопрос. Не пытаетесь ли вы заменить, вот, ну, мужчину. То есть, если у вас сложились, например, отношения с отцом, волей-неволей-неволей, то очень часто мама делает, вот, такой вот, ну, не всегда. Осознанно совершает такое деятельность, начинает мальчика видеть, вот, своего мужчину. То есть, вот вы, как будто бы, вот, ну, то, что вы говорите про своего сына, да, просто очень узко выглядит. То есть, как будто бы, он вас интересует только, вот, как тот, кто должен помогать, вот, и кто должен учиться. Угу. На мой взгляд, это как раз довольно сомнительно и довольно странно выглядит. Вот, ну. Один, что я смог донести до вас своим их. Вот. А я буду благодарен вам за обратную связь. по моим ответам. Это позволит вам начать с собой работу. Позволит вам лучше с себя разобраться. Желаю вам всего самого доброго в этой непростой ситуации. Обращайтесь за помощью, вам она пригодится.